Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, что нас ожидает в Лондоне в марте месяце. Итак, уже с 27 февраля по 22 марта в Чизвик Хаус Гадденс состоится 10 ежегодное шоу под названием камелия, где собраны очень много различных разновидностей камелий. Это такое розовое дерево, которое уже цветет в феврале. Так что, если вы хотите увидеть весенние цветы, приходите в Чизвик парк, чтобы насладиться этой красотой. Шоу проходит с 10 до 3 часов каждый день бесплатно. С 10 по 12 марта в выставочном центре Кенсингтон Олимпия состоится London Book Fair. Это уже 49-я книжная ярмарка, которая состоится в Лондоне. Туда приезжают около 25 тысяч публицистов и практически каждый год более полутора миллионов посетителей приходят посмотреть, что же нового вышло в этом году, какие бестселлеры и другие ценные экземпляры можно увидеть на этой выставке. Кроме того, туда приезжают профессионалы, то есть сами писатели, заключают договоры с издательствами, ну и общаются между собой. Некоторый такой нетворкинг называется между писателями и издательствами. Я была на этой ярмарке несколько раз. Впервые в жизни попала в 2011 году, когда я только-только приехала в Лондон. И всё это произошло, опять же-таки, благодаря моей подруге, журналистке Насте. Тот год как раз, по-моему, был годом России и приехало очень много наших знаменитых писателей, и она брала у них интервью. 13 и 15 марта в выставочном центре Excel состоится шоу под названием Move It. Это шоу собирают под одной крышей абсолютно все колледжи и университеты Великобритании, которые занимаются танцами. Каждый коллектив представляет свой отточенный до мелочей танец, и выглядит это очень даже профессионально. Я такой концентрации профессионалов на одной сцене никогда в жизни не видела. Очень рекомендую для тех, кто увлекается танцами, прийти туда и посмотреть, как танцуют коллективы в Великобритании. 15 марта состоится самый любимый весенний праздник, я думаю, всеми британцами. Это День Святого Патрика. День Святого Патрика – это ирландский праздник, но принимают в нём участие не только ирландские коллективы, особенно в Лондоне очень много интернациональных коллективов, которые хотят отпраздновать день в зелёном стиле. Поэтому приходите, будет парад в центре Лондона посмотреть, как это всё происходит. 15 марта на Трафальгарской площади. 17 и 18 марта в выставочном центре Кенсингтон Олимпия состоится выставка под названием Internet of Things, Cloud Expo, Technology, Big Data, Artificial Intelligence, блокчейны и cyber security. Абсолютно все технологии, которые существуют в современном мире, будут представлены на этой выставке. И все инновационные системы можно будет увидеть, а также услышать о них на семинарах, которые будут проходить на этой выставке. Выставка не бесплатная для профессионалов, но так как меня уже аккредитовали на эту выставку, если я буду в Лондоне, я вам обязательно покажу и расскажу, что там конкретно происходит и какие новинки в технологическом мире нас ожидают в будущем. 22 и 24 марта в выставочном центре Excel состоится London Bridal Fashion Week, то есть выставка свадебных платьев британских дизайнеров и коллекционеров. На подиуме будут представлены самые элитные, самые дорогие свадебные платья, которые можно будет приобрести даже на самой выставке. Ну или по крайней мере взять контакты магазина и уже там выбрать себе свадебный наряд. 25 и 26 марта опять же таки в выставочном центре Excel состоится выставка под названием M-TEX. M это маркетинг, T это технологии и X это экспо. Технологии маркетинга. Все, начиная от упаковки каких-то лифлетов и заканчивая современными технологиями, которые продвигают товар на рынок, абсолютно все это можно увидеть, поговорить с экспертами и послушать семинары можно будет на этой выставке, если вы интересуетесь и занимаетесь маркетингом, а также маркетинговыми технологиями. Это тоже очень интересная выставка, я на ней была, очень рекомендую для тех, кто занимается бизнесом. С 27 марта по 13 апреля в выставочном центре Олимпия состоится Ideal Home Show. Это шоу, которое дважды в год проходит в Лондоне. В этот раз это будет весеннее шоу, где можно увидеть выставку предметов интерьера, растений для вашего сада, бассейнов, джакузи и даже дома часто представляются на этой выставке, куда можно зайти и посмотреть интерьеры. Очень нравятся мне различные комнаты, которые представляют дизайнеры интерьеров на этой выставке. Ну и также можно прикупить различный инвентарь для сада, огорода, а также интересные штучки для вашего дома. Я рекомендую вам забежать на эту выставку и посмотреть, что же можно прикупить для своего дома и интерьера. 29 марта будет проходить гонка академической гребли между Оксфордом и Кембриджем. В этом году она состоится в марте, не пропустите, раньше она всегда проходила в апреле, но вот тут вот так сложилось, что наконец марту выпала эта дата. 29 марта в районе Патни состоится знаменитая гонка между Кембриджем и Оксфордом. Приходите и болейте за свой любимый университет. Об этом мероприятии я очень скоро расскажу, как и что где увидеть, ну и также немножечко дам исторической справки, что это за гонка и почему она проходит ежегодно в Лондоне. 31 марта состоится долгожданная премьера фильма Джеймса Бонда «Агент 007. No Time to Die». Нет времени умереть. Это мероприятие будет проходить в Альберт Холли, как и предыдущие премьеры Бондианы. Я была на двух премьерах этого фильма на Skyfall и на Spectre, где присутствовали королевские персоны. Обе премьеры были королевскими. Одна была с принцем Чарльзом и Камилой, другая с принцем Вильямом, Кейт Миддлтон и принцем Гарри. В этом году неизвестно, кто будет представлять эту премьеру. Будем надеяться, что мы увидим королевских персон и на этой красной дорожке премьера новой Бондианы. О том, как проходили премьеры фильмов Skyfall и Spectre, я очень скоро вам расскажу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очень важные события, которые происходят в Лондоне. Возможно, возможно, я буду в этот день в Лондоне и постараюсь попасть на красную дорожку этого фильма No Time To Die. Ну, как получится, не обещаю, но постараюсь. Пока на этом все. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok